Так, у нас сегодня уже пятница, сейчас уже почти вечер, я собираюсь на утренник к Стёпе, у них утренник в честь Дня Мамы сейчас будет, и что хотела сказать, вот я просто распустила сейчас хвост, расчесалась, смотрите, у меня был вчера весь день хвост тугой, сегодня весь день тугой хвост, ну, обычный хвост, который я делаю, распустила, а волосы идеально прямые, даже залома вот этого от хвоста нет. Это вот всё та маска, которую я вам показывала, вот, недавно на рекламе, она очень классная, она как кератиновое выпрямление, при том волосы, они, ну, не висят, вот, знаете, не кажутся грязными, я вчера не мыла голову, сегодня не мыла голову, вот я через день обычно мыла голову, я либо сегодня вечером буду мыть, либо завтра утром, и всё равно волосы идеально прямые, я в восторге от этой маски, кто-то мне написал бы, там слишком мелко рекламу написали, на самом деле пишу надпись так, как попросила рекламодатель, но мне главное для рекламы, чтобы был классный продукт, мне маска действительно очень понравилась, я правда не пробовала на неё крутить волосы, то есть, если я кручу волосы, я кручу тогда, когда делалась другой маска, потому что мне кажется, что накрутка тоже не возьмётся, она действительно вот прям волосы пропитывает, очень клёво, поэтому, мне кажется, завитушки тоже не возьмут, ну, распрямятся быстро. Вообще, я довольна. В общем, собралась на утренник, поеду сейчас, и, наверное, пока будет утренник, позвонила Леди Николаевна сейчас, попрошу перед садом с коляской погулять, вот, полчасика, может быть, Сашка не проснётся, он там сейчас на улице уснул в коляске. Больше нет любимой мамы, без неё никак нельзя, и смотри, кому, конечно, с мамой мы всегда друзья. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, с мамой мы всегда друзья. Все, забрала я Степу, утренник закончился, там попели, потанцевали. Теперь тебе варежки не подходят по цвету, да? Я смотрю к этому комбинезончику, у нас комбинезончик в прошлом году другой был, но у тебя еще курточка есть на замену синенькая. Степа надел варежки, потому что он хочет потрогать снег. У нас сегодня утром выпал снег, было много снега, но у нас потеплело днем, конечно, и вот он растаял чуть-чуть и осталось. Степа так ждал снега, мне за эту осень, наверное, раз в 50 спросил, мама, когда снег будет? Я говорю, ну как холодно будет, такой снег. Ты снежок хочешь сделать? Или просто потоптать? Пойдем. А там бабушка Лида уже Сашку завезла себе домой. Он там проголодался, я бутылочку с собой дала. А мы были-то всего 25 минут тут на утреннике. Степа потащил меня в другую сторону. Я говорю, тут нет снеговиков. Он говорит, утром снеговика сделал, хотел посмотреть. Я говорю, ну все уже растаяло. Пойдем, машина. Тут одна грязь, снеговиков точно нет никаких. А то я хотела бы такой ком сделать. Такой хотел ком сделать? Но потом будет холодно еще. Такие дела вчера очень понравились. Такие маленькие, красивые. Никита у нас со Степой обожает маленькие помидорки черри. К обеду идеально. Пока мяско готовится, булгур у меня уже готов. Смотрите, какая красота получилась. Мяско мне очень нравится, как выглядит. Сейчас еще помидорчики сюда положу. И огурчики. Мне кажется, такую красоту даже Никита будет есть с удовольствием. А мяско попробовал? Попробуй мяско. Миша, как же нам вычислить того, кто все это сделал, а, Марья Петровна? Давайте пупик пройдем. Нравится? Миша у нас очень любит булгур. Поэтому этот гарнир у нас дома есть постоянно. Да, Миша? А Никита ест одни помидорки, огурчики. Ищи, съел зато две тарелки. Ты видела, что мои? Да, я вижу. Ты уже почти все скушал. Молодец. Миша все съел подчистую. Умничка, Миша. И Саша у нас пообедал. Он сегодня отказался от овощного салатика. Что-то он ему не понравился, хотя всегда с удовольствием ел. Даже до слез просил еще. А сегодня что-то выплюнул, и все. Может, какой-то не такой был. Поэтому мы и обедали сегодня молоком. Мам, вы попытаетесь собрать из этих металей кубик? Кубик? Квадратик. Да, квадратик, чтобы все цвета, одинаковые цвета, были, а вместе. Я поняла, как ты вчера мне показывал. Чтобы соединяли зеленый с зеленым, оранжевый с оранжевым. Сейчас ускорение идет. Ну, вот это и этот разный. А, ничего себе. Папа, по сегодня так. Миш, это сложное задание, оказывается. Да? Я думала, оно простое какое-нибудь. А оно сложное. Но мне кажется, получилось. Смотрите. Вот это да. Все? Вот это да. Получилось, Миш? Ну, у папы по-другому получилось. Папе тоже задавал такое задание? Не, я папе просто сказал, что... Пусть попросить в эти кубики, чтобы все были вместе. И вот эти, я ему скажу, потому что тоже будут считаться как один. Разные. Или как один зеленый, да? Нет, как один. А папа сделал. А у меня хоть как один, хоть не как один, все равно вместе. Ага. И у папы так же кучу. Убирай тарелочку туда, в посудомойку. А на ужин у нас были вот такие вот колбаски по-домашнему. Тоже очень вкусные оказались. Они очень сочные, ароматные. Идеальный баланс по специям здесь подобран. Я отварила просто вот такие вот макарошки. И салатик сделала. Зелененький, свеженький. Мне очень нравится то, что вот такие вот колбаски готовятся буквально за 10 минут. Пока варятся макарошки, можно также пожарить колбаски. И выходит за 10 минут ужин уже готов. Быстро, просто и вкусно. Для тех, у кого нет времени на готовку, идеальный просто вариант. Никите и Степе положила по половиночке колбаски. Потому что эти детки мясо не едят. А тут действительно прям мясной такой вкус. Хороший, насыщенный. Не знаю, понравится Никите или нет. Мам, меня укусили с помоток детей. Я вкуса. Почему? Болит? Зубик болит? О, щека. Щека болит? Прикусил щеку, что ли? Щека. Надо посмотреть. Сейчас покушаешь, я посмотрю, что там у тебя. Миш, вкусненький ужин. Да? Ну, умница. Ты хоть сегодня у меня отлично кушаешь. Степа, у нас еще булгурчик там есть. Если захочешь, я тебе положу. А можно мне вместо этого булгур? Булгур? Можно. Хотела вам показать, что я сделала. Сама не верю, что рука поднялась. Честно, до последнего не хотела. Но по всем правилам вот этих адениумов, они должны быть короткие, пышные. А у нас они были длинные, и им не хватало силы цвести. Посмотрела миллион видео на ютубе, как обрезается, как это все делается. В общем, обрезала, как должно быть. Мне так жалко было, но я рискнула. Все-таки вот этот вот хорошо пошел в цвет. Маленькие такие классные веточки пошли. Ни одна ветка не прижилась, которая была привита у меня. Не получилось у меня привить вообще. Но зато, смотрите, на стволе, где я пыталась привить, начала веткой расти. Не знаю, вырастет или нет, но это прикольно. Пусть будет тут тоже веточка. В общем, за то, где я обрезала, пошла не одна ветка, а по две веточки. Пошли вот тут только одна, а на этих по две веточки. В общем, я рискнула, обрезала эти адениумы примерно по тем же местам, где они до этого были обрезаны. То есть ничего не поменяла, единственное, вот срезала ветки. Они должны теперь пойти в рост, но не вот такие вот длинные листья, которые тут были, а должны вот маленькие такие листики и цветочки. Маленькие листики и цветочки. Не знаю уж, когда это пойдет. Они могут и заснуть, то есть вообще не пойти сначала в рост, а потом там весной проснуться могут. И сразу пойти в рост, что будет замечательно. Вот я еще над этой длинной веткой сомневаюсь. Обрезала я так, потому что две ветки. Вот она до этого была вот так обрезана. Но думаю, может быть, все-таки пониже обрезать для симметрии больше. А может, я так оставить не пойму. Ладно, наверное, пока так оставлю. Хватит силам на столько веток или не хватит, не знаю. Ну, в общем, надеюсь, что пойдут именно в такие веточки, в цветы, в рост. Жалко было, жутко, но они уже и начали осыпаться. Не хватает им силы на такие длинные ветки. И, ну, если вы забьете, даже вот в запросе в гугле, как выглядят адениумы, они не так выглядят. Они именно цветущие такие комнатные растения. А у наших сил не хватает цвести. Я еще хочу им почву поменять. Надо купить почву для суккулентов. И поменять почву. Или удобрения. Вот такие вот удобрения на Озон, либо на Валберис нужно заказать. Такие вот маленькие, видите, кругляшечки. Это какие-то удобрения. Нужно заказать будет и им добавить. Говорят, из них они уже берут себе все самое нужное. И растут замечательно. Единственное, что вот этот вот адениум большой, я не стала обрезать и не собираюсь обрезать. Он очень красиво тут стоит. Очень красиво тут растет. Он будет так стоять дальше. Пусть растет. Если длинные ветки такие пустят, то да, я их обрежу. Пока не пускает, пусть так стоит. А еще хотела показать фикус. Наконец-таки он у меня проснулся. Я его весной обрезала тоже, скрипя сердце, по инструкциям из Ютуба, где что обрезать. Жалко было прям, ну, нужно было вот так обрезать, вот такой кружочек сделать. Но мне жалко было. Все-таки длинные некоторые ветки оставила. И только сейчас, вот в ноябре, он у меня очнулся и начал хорошо пускать ветки новые. Очень много дал маленьких вот таких вот росточков. Вот буквально в этом месяце. Представляете, полгода ждала. Вот, начал расти. Я думала, весной он их даст. Он голый стоял. Вот такие вот маленькие росточки на всех веточках появились. Зелененькие вот, красивенькие. Начали расти. Даже вот на самых нижних веточках, видите, тоже появляются веточки. В общем, начал обрастать. Слава Богу. Вот. Довольная я. Теперь он тоже вот так. Он должен быть таким вот шариком пышным. Он должен быть внутри весь пышный такой. А ветки разрастались в разные стороны. Опять же, сил не хватало растения внутри пышницы. В общем, сейчас будет такой красивый, зелененький, пышненький фикус. Буду его весной опять обрезать. Ну, вот примерно вот такую вот крону, кругленькую хочу сохранить. Должно быть хорошо. Очень рада то, что все-таки он пошел в рост. И вот те два фикуса, которые мне на окне стояли, тоже быстро сейчас, именно в ноябре, начали расти. Один я оставила, один отдала хозяйке, предыдущей хозяйке вот этого вот большого фикуса. Маленький сыночек дома там теперь у нее остался от этого фикуса. Вот. Или дочка. Не знаю уж, как пойдет. Маленькие. Можно вот так вот веточки отрезать. Они легко дают корни. Свеженькие листики, красивые пошли. В общем, я довольна. О, а эта ветка сломана. Надо еще заказать опрыскиватель, потому что это опрыскиватель фиолетовый, который я вам показывала. И черный у нас два их было. Все Степа сломал летом на улице. Помогал пшикать там папе, брызгать. И сломано. Надо еще купить. Я постоянно этот фикус сверху пшикала, а сейчас не пшикала. Последние вот два месяца. Сижу сейчас на шарике. Сашку он укачивал. Пытаюсь, вернее, укатать его. Степа вечером сидит, смотрит видосики. Никита там за своим компьютером. Степа все подряд включает сейчас. Но обычно я сижу, контролирую. Если что, выключаю. Но он в последнее время любит смотреть различные видео, а не мультики. У него больше интереса возникает. Миша сейчас занятие по ментальной арифметике. Сейчас попробую Сашу ложить и сходить снять, как он занимается. Вообще слышу, так забавно Миша. Учитель говорит, да мне тот брат старший домашний диктовал. А потом он начинал молчать. А потом он сам там что-то посчитал. Это не я. Видать, может быть, там какая-то ошибка была. В общем, сдал Никиту. А я Никиту прошу ему просто продиктовать. Потому что когда считаешь, если Миша считает на абакусе, ему неудобно смотреть, считать, смотреть, считать. То есть надо на слух, чтобы кто-то ему просто говорил 6 плюс 5, минус 4 и так далее. Я прошу Никиту. В общем, он там что-то ему посчитал сам. И неправильно. Чего ты, сесть хочешь? Тёшка, я его укладываю. А он пресс качает вот так вот, садится. Нет, я тебя укладываю. Он говорит, удук вот. Да, удук, я же хочу сесть, скажи. Сам, да, хочу сесть. Нет. Ложись. Вот он сам, видите, сидит. Вот так вот тянется к ногам и всё. Да. Не хочешь спать? Ну, пойдём тогда с ним. Всё, 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 всё. Если ты не хочешь спать, то мы пойдём к Мише вместе. Ментальной арифметикой заниматься, да? Да. Он камеру хочет взять. Камеру хочет взять? Говорят, Саш, ты камеру хочешь взять. У меня, кстати, спросили, беленький ли такой Саша, что волос не видно. На самом деле он самый тёмненький у всех детей. Волосы у него, вот сейчас покажу, видите, тёмненькие. Много тёмненьких волос. У нас все были блондины, волос вообще не было видно. А Саша у нас тёмненькие, брови вон у него какие тёмные. Брови, кстати, у нас такой хороший. Да. Просто при определённом освещении они блестят, их не видно волос. А так вот. У него больше всего волос, знаете, где у меня палец сейчас? Вот там их много, они там длинные, и всегда кажется, что там темнее голова. Вот я сейчас закрыла. Вот тут, наоборот, волос нет, а вот тут много. И кажется, такая чёрная полоска на складке. Вон там вот. Ёш, складочки такие хорошие. Да. Складочки. Ты чё, тоже видосики смотришь, Саша? Видосики смотришь. Да. Девять. Минус тридцать. Убрать тридцать семь. Тридцать. Тридцать. Семь. Семь. Давай считать. Семь. Минус. Минус. И убери двенадцать. Двенадцать. Глядя бы получится. Что получится? Глядя бы получится. Получится. Вводи ответ в окошко, которое у тебя есть. Десять? Вводи десять. Вводи десять. Сможешь? Больше я запишу. Ах, ты смог. Да, если ответ у нас засветился зеленым цветом, значит ответ абсолютно нет. Ну мы такое уже делаем. Мы с тобой не можем еще поговорить. Сейчас, сейчас пойдем. У нас наше с тобой занятие. Еще посчитаем на таком тренажере. А потом ты ему стоёте. Если, конечно же, захочешь, а я надеюсь, что ты захочешь, решишь три олимпиадных примера на таком же тренажере и все, поздравляю, ты участник, тебе уже будут призы. Давай еще раз на разочек тогда попробуем, хорошо? Давайте. Но только единственное, о чем я тебя прошу, абакус не трогать. Не трогай. В голове представляй. Ты можешь на него смотреть, но трогать нельзя. Ладно. Давай, я тебе, если что, помогаю. Давай попробуем сейчас представить число восемьдесят восемьдесят восемь. Ты помнишь, как оно выглядит, да? Ага. Сохрани число восемьдесят восемь и убери сорок четыре. Минус сорок четыре. Это убираем пять и добавляем один. Ну, получается уже очевидно. Сорок четыре. Минус сорок два. Это, получается, два. Закисывай ответ. Нажимай на кнопочку «Готово». Ответ снова загорелся зеленым цветом. Значит, снова у нас получился правильный ответ. Значит, еще один ответ у нас пришел. У Миши сейчас закончилось занятие по ментальной арифметике. Он, видите, какой довольный вообще на последних занятиях, когда считает что-то, когда у него получается. Он такой счастливый, весь светится. В общем, я вам напоминаю, мы занимаемся в школе «Сириус Фьючи». И сейчас у меня работает промокод на скидку на покупку от четырех до тридцати двух занятий. Такого промокода давно не было. Оставлю ссылочку вам на «Сириус Фьючи» в описании к этому видео. Там же оставлю промокод на скидку. Его нужно назвать при общении с менеджером. Первое занятие бесплатное. Вы можете просто попробовать позаниматься, посмотреть, понравится или нет. И этот промокод работает на любые занятия, не только по ментальной арифметике. Вы можете выбрать с сайта любые занятия, которые вам по душе. Нам, кстати, сейчас преподаватель сказала поучаствовать в конкурсе, о котором я вам уже рассказывала. Поучаствовать в этом конкурсе может любой желающий, кто умеет считать ментально. Вас уже тоже приглашала на этот конкурс. Поделитесь впечатлениями, кто участвовал в комментариях. Буду рада послушать. А вам хочу сказать, тем, кто думает заниматься или не заниматься, мой промокод, который я оставляю в описании к видео, будет работать до 10 декабря. Хорошенько подумайте, насколько занятия его применять. Потому что он работает только один раз. Если вы купите 4 занятия, а потом захотите еще, он уже не работает повторно. Так что, если хотите, если вам понравилось, применяйте сразу на большее количество занятий. И еще хотела вам сказать, что в ближайшее время я вам не буду давать новые промокоды. Не буду напоминать, что мы занимаемся в Series Future. Занятия у нас продолжаются. Нам очень нравится. Миша нравится. Мы будем так же заниматься. Просто у меня этого промокода не будет. Я не буду вам рекламировать этот сервис. Он очень классный. Так что, если вы захотите воспользоваться промокодом, вот если вы думали, воспользоваться или нет, это как бы последний шанс воспользоваться от меня и моим промокодом. В общем, ссылочку оставляю в описании к видео. Вы видите, какой счастливый Миша, когда делает задание. Я думаю, вашим детям тоже понравится. А пока у нас было занятие. Тут у нас приготовилась картошечка по-деревенски. Вот такая вот вкусненькая. Угу, все покушали уже. Угу. Налетели. А у нас, представляете, пропал мешок картошки. Мы забыли убрать картошку с улицы домой. И она просто перемерзла. Целый мешок картошки был на улице в минус несколько дней. И, естественно, она стала плохая. Мы забыли сами, представляете. Мягкая досталась. Степа говорит, она мягкая стала. Перемерзла картошка. Надо было в подвал отнести хотя бы, да. Ну, в общем, такие мы. Вечно все забываем, да, Саша? Саша, папа тоже дал Саше картошку сейчас попробовать. А ему понравилось, да? Понравилось, скажи, так вкусно было. Еще хочу. Нельзя, мама не дает больше. Ух, это мама. Ням-ням. Посмотрит на картошку. Показывает. Ням-ням хочу, да? Ням-ням хочу. Папа ест сам. Ням-няма. Вот так. На самом деле, когда я говорю, что Степа что-то... Ой, Степа, Саша что-то попробовал. Это означает, что он, скорее всего, пожевал и выплюнул. Он нос особо так и не хватает. Но зато он всегда смеется, когда видит прыгающего Степку. Иди, а? Вон он. Акробат наш. У него всегда такая улыбка. И у того и у этого довольны. Он всегда смеется. Осторожно. Идем, Шарка? Ага. Я говорила, Степка уже почти стойку на руках делает. Хотя еще даже не учили их. Акробатчики этому. Саша нравится так сильно наблюдать. Да. Нравится наблюдать. Сошечка миленький. Сошечка миленький. Да. Сегодня на утреннике у Стёвы был конкурс для родителей. Детям в течение недели задавали какие-то вопросы воспитатели. У нас одна воспитательная нянечка. Записала на них ответы. И у нас сегодня спросили эти же вопросы. Угадаем мы или нет. Разные были. Любимый мультик, любимые песни. У Стёпы спросили, что он хочет на Новый год. И угадаю я или нет. И я подумала, подумала, ну что он хочет больше всего. Магнитный конструктор. Конечно, я угадала. Магнитный конструктор. Я говорю, магнитный конструктор, небось, опять хочет. В прошлом году же Дед Мороз нам подарил магнитный конструктор. Но его у нас всегда мало. Да? Только не этот. Не этот только. Не большой, это маленький. Он подарил маленький, да? А надо было большой, еще больше. Я же говорю, всегда мало. Он говорит, магнитный конструктор еще надо на Новый год. У нас уже вот коробка огромная. Вот такая вот коробка с магнитным конструктором. Там очень у нас много деталей. Не знаю сколько тут. Они вот так вот если слеплены, мало места занимает. Аж мне еще надо. Да, Степ? Это Степа уже вот построил частично тут. И тут еще. Любишь магнитный конструктор? Ой-ой-ой. 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 Бутылка ускакала. Да? Ой-ой-ой. Бутылка ускакала у Саши. Бутылечка упала. Мы сразу недовольные. Мы кушать любим. Все укладываю сейчас спать. Покушает. На ночь смесь едим. И все. И потом вспомнить. Мне кажется у нас этот кокон до свадьбы будет. Я думала в 6 месяцев мы его уже давно не будем использовать. Нет, он его очень любит этот кокон. Очень любит. У нас вот ножки уже, одна ножка свисает. Любит этот кокон, да? И мама любит. В общем, пока он сюда помещается, периодически его вот так вот кладу. Он тут чуть-чуть повыше, тут пониже выходит. Он иногда тут ест. Вот так вот. Иногда просто, когда я его укладываю тут в зале, тут же его кладу рядом. Могу там сидеть. Например, фильм посмотреть, как он терял. И рядом сижу, рядом с ним он спит тут. Да. Боеньки мы сейчас будем. Боеньки. Вон волосы, видите, какие. Сашка, дай я покажу, какие у тебя волосы. Вот сейчас на таком свете они кажутся светленькие. А вообще, вот так вот если тень сделать, они у него темные. Ну вот прям темные. У меня не было таких волос, у меня были светленькие. А у него темненькие волосы. Поцарапал опять себя за нос. Вот что Степа сделал. Степа, какая классная конструкция. Это что такое? Это буква Т? Нет. А что это такое? Любит магнитная конструкция. Это фонари. Фонари? Классные. А я думала, это кран подъемный. Кран подъемный великан. Помнишь, у нас книжка была? Смотри. Про машины. Сейчас он сломается. Сломается? Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Субтитры сделал DimaTorzok